Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я вас приветствую на телеканале Универ ТВ. Сегодня у нас очередной выпуск программы «Татар Хистеры» и в студии ее ведущий я, Раиль Фахрудинов. Разрешите познакомить вас с нашим гостем. Итак, у нас сегодня в гостях доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социально-коммунитарных дисциплин Российского государственного университета правосудия, а также главный научный сотрудник кафедры по изучению исламской цивилизации Казанского федерального университета Айдар Нилович-Юзеев. Здравствуйте, Айдар Нилович! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одном из самых ярких и важных с точки зрения развития татарской общественной мысли периода в истории татарского общества. период, который оставил особый след в истории татарского народа. Речь идет о татарском просветительстве. Айдар Нилович, вы являетесь ведущим специалистом по татарскому просветительству эпохи нового, новейшего времени. А что такое татарское просветительство? Есть ли какие-то особенности и что общего с просвещением? Хороший вопрос, поскольку когда мы часто слышим и по телевидению, говорят о том, что просветители бывают чуть ли не в античности, просветители в раннем периоде развития человечества. Но мы, надеюсь, сегодня с вами поговорим о просветительстве как общественно-философском течении духовной культуры. Почему так? Можно просветитель в наиболее общем, широком смысле этого слова, который употребляется в обыденной жизни, это тот, кто просвещает. Но мы с вами будем вести речь о тех людях, которые составляют квинтэнсенцию татарской просветительской мысли. Это Фаисхан, Марджани и Насири. Это те люди, которые воплотили в своем творчестве философские и общественно-философские идеи. Но это не только общественно-философские, это и юридические, и любые правовые идеи. Но все они объединены одним словом – просветительство. Но чтобы понять, что такое татарское просветительство, мы должны обратиться к просвещению вообще. Что такое просвещение и просветительство вообще в мировой культуре. А образцом для просвещения общепринято считать французское просвещение XVIII века. Поэтому вы можете представить XVIII век, канон Великой Французской революции 1789 года. Это та эпоха, которой принято считать эпохой просвещения. В это время, думаю, наш зритель прекрасно представляет и слышали эти имена французских просветителей, таких как Вольтер, Руссо, Леометри, Дидро, Деламбер, да их много. Монтескье. Монтескье. Все это просветители, это классики. Здесь и проблем нету в том, что они просветители или не просветители. Проблемы появляются тогда в классическом просвещении. Проблем нет. Французы все признаны просветителями. Немцы, пожалуйста, немецкое просвещение. Кант, Гегель и так далее. Англичане, Лог. Переходим ближе к России, да, то есть русское просветительство. Вот здесь возникают проблемы, потому что, но это проблемы, связанные с периодизацией. То есть русское просветительство иногда берут с Ломоносова. Но вы должны представлять, как же можно определить, действительно ли он был просветителем. А другие, одни ученые считают, берут его с Ломоносова, другие чуть позже, второй половины XIX века. Вот я придерживаюсь той точки зрения и мнения тех ученых, которые считают русское просветительство связано с именами Чернышеевского, Добролюбова, Писарева, Герцена. То есть это вторая половина XIX века. Тогда, когда происходит в России, появляется буржуазный строй, когда вот происходит эта борьба между буржуазией и феодализмом. И в начале XIX века это, естественно, не было. Поэтому мы можем просто перенести некоторые принципы французского классического просвещения и посмотреть, как они действуют в том или ином просветительстве. Айдар Дневович, в связи с этим вопрос. Общепринято считать идеологию французского просвещения именно так, как вы и говорите, французское просвещение. Но сегодня вы сказали о русском просветительстве. То есть есть какая-то принципиальная разница, наверное, есть особенности, скажем, идеологии просвещения в целом и русское просветительство XIX века. В чем разница? Ну, мы в русском языке просвещение и просветительство – это синонимы. Так же, как и в татарском Просветительство, просвещение, просветительство – это синонимы. Но мы с вами, еще раз я повторяю, будем говорить о общественно-философском течении в просветительстве в духовной культуре. Не просто о просвещении, как образовательной деятельности. Они просвещали народ. В таком случае мы можем просветителей называть и античных мыслителей. Они тоже просвещали народ. Но мы говорим именно о общественно-философском течении. которые проходили те народы, которые проходили вот этот период перехода от феодализма к капитализму, к буржуазному строю. Именно этот период предполагает борьбу нового со старым, и появляются мыслители, которые являются выразителем нового. Не обязательно там конкретно буржуазного социального слоя, там борьба за общие какие-то идеи, за счастье, за благо народа, за справедливость, за то, чтобы народ получал возможность получить образование и так далее. То есть есть определенные принципы, которые можно проследить, имея в виду французское просвещение в русском просветительстве и в татарском. Вот если мы переходим к русскому, то это вторая половина XIX века, Чернышевский, Добролюбов, Писарев. А если мы перейдем к татарскому просветительству, это Марджани, Файсханов, Марджани и Насырий, как три личности, которые воплотили в своем творчестве вот эти идеи. Но, естественно, мы не можем перенести и смотреть, чтобы это была калькой, что, допустим, там разум, как принцип просветительства, он вот должен воплощаться научные знания и в том же виде, в каком имели в виду французские просветители, поскольку они в это время создали первую энциклопедию наук и ремесел во главе с Дидро и пропагандировали научные знания. Но если мы переходим к татарскому просветительству, то у нас, конечно, они все выступали за то, чтобы разум был критерием истины, но научные знания, оно было тесно переплено с теологией, с религиозным знанием. И поэтому это, конечно, особенность татарского просветительства, когда все-таки отдается приоритет научному знанию, но в отношении религиозного. То есть научные превалируют в этом отношении. Айдар Нилович, то есть мы определили основных идеологов татарского просветительства, татарской общественной мысли. Прежде всего, это великий наш Марджани, Фейсхан и, наконец, Каюм Насари. А как же Курсави и Утазимани? Они просветители? Да, но вот как раз, когда я говорил о русском просветительстве, я приводил пример, вот, а как же Ломоносов? Ломоносов – это возрожденческий период, это предпросветительство, да, это возрожденческая эпоха. И его идеи, они четко переплелись с этим. А что касается Курсави и Насари, это тоже предпросветительство. Но это был тоже большой период, который прошло татарское общество в своем развитии. Это татарское религиозное реформаторство. Они были религиозными реформаторами. Они, если бы родились позже, наверное, но еще не было социально-экономической такой ситуации, да, и не было возможности для того, чтобы возникло просветительство, да. Представьте, начало XVIII века, это эпоха феодализма, тем более в татарском обществе. Но появляются первые личности, такие как Курсави, которые уже понимают, что татарское общество не может жить по старым законам, нужно что-то новое. И вот новое они видят в религии, в том, чтобы религия должна приспособиться к действительности. А просветители, если мы говорим о просвещении, то они тоже были религиозными, многие, но не это было главным в их просветительской концепции. Маржани тоже был теологом, но главное, и он воплотил в себе и реформаторство, и просветительство, и все-таки это шло параллельно. Курсави, как я еще раз повторяю, он, конечно, еще, это была не та эпоха, где можно было бы говорить ему о том, что татары должны получать современные научные знания и так далее, да. А Маржани, он уже видел, уже был университет в то время, была другая эпоха, он видел, как развивалось русское общество, как получали знания русские мальчики в гимназии. Сотрудничал с казанской профессурой. Да, и потом сам сотрудничал. Он, конечно, хотел видеть, татары же должны идти по пути прогресса, он хотел видеть татары образованными, они тоже должны как-то получать знания. Но, конечно, в гимназии было сложно поступить, поскольку не было возможности и законов, для этого надо было знать и латынь, и греческий, и другие, латынь, прежде всего, чтобы поступить. Конечно, татары не могли, поэтому он вел речь только о медресе, что медресе не старого типа, бухарского типа, как в то время была большая часть, а медресе новые, куда бы включали в изучение и светские науки, и наряду с религиозными. И религиозные какие-то схоластические вещи должны быть отбросаны. И вот именно эта особенность татарского просветительства, в отличие, допустим, от русского, то, что хотя и русская вторая половина, и татарская вторая половина, но это синкретизм, прежде всего. И ярко мы видим в творчестве Маржани – это и религиозно-реформаторский этап, и просветительский этап его мировоззрения, где переплетаются и реформаторские идеи, и просветительские идеи. А вот если говорить о его ученике Файсхане, Хусаине Файсхане, это его ученик, который потом уехал в Петербург и жил и работал в русской среде, был преподавателем, достиг больших высот. Но, к сожалению, в университете, да, в восточном факультете Ленинградском, в то время столице Санкт-Петербурга. И он сам пробился, не имея никакого образования, занимал уже в конце должность доцента. Это было невероятно, очень талантливый, самый любимый из учеников Маржани. И он уже тоже первый предложил, один из первых предложил, увидя на примере русского общества, какую роль играет получение знаний, он тоже написал целый трактат по тому, о новом учебном заведении для татар, по примеру, русской гимназии. То есть, там могли изучаться и религиозные, и светские науки. Но для татар это был, по большому счету, тогда ведь прорывной проект в области национального образования. То есть, это было, по сути, проект нового типа школы, светской школы для татарского общества. Это была предсветская школа, поскольку для светской еще не пришло время. Но это была школа нового типа, там, где могли изучаться и светские науки. Определенные, первое время там изучались, все изучали религиозные науки, а потом делились по Файсхану на два направления. Одни продолжали изучать религиозные науки, да, на современном толковании, а другие изучали уже светские науки. И таким образом, но база была сначала религиозная, а потом они делились и выпускались уже оттуда. То есть, те светские направления получали знания, которые могли быть использованы для поступления в высшее учебное заведение. То есть, естественно, они должны были знать и русский язык, и другие необходимые предметы для поступления в высшее учебное заведение. То есть, он понимал, что татарское общество, татары должны, прогресс татарского общества увидел в получении знаний, и пока они эти знания не получат, и прогресса не будет. А прогресс, возможно, был только после овладения знаниями. И поэтому уже эта работа была написана реформой Мадресе, Ислах Мадарис, она была в 1862-63 году написана. Она осталась так и неизданной, как рукописное сочинение, буквально за 4 года до смерти Файсхана в 1866 году. Потом она оказалась у Маджани. И Маджани, вот в рукописи есть его правки, где он там правил его, и он был согласен, и он тоже выступал за то, чтобы такая реформа осуществилась. И Маджани, будучи теологом, он видел, что татарское общество должно развиваться и идти по пути прогресса. И единственный путь – это овладение знаниями. А мы знаем, что если мы опять возвращаемся к французскому просвещению, что это ломка феодализма, первый принцип, ну или первый, один из принципов. Второй – это разум, то есть овладение научными знаниями прежде всего. И потом критика всего старого, предрассудков, мифов и так далее. И во главе всей философии, всего их мировоззрения, общественной мысли должен стоять человек. Человек со всеми своими проблемами. То есть антропоцентризм – внимание не к антологическим проблемам, не к проблемам природы, а к проблемам человека. Человек, каким должен быть человек, каково смысл жизни, смысл жизни, как он должен, какие должны быть, какой лозунг, равенство, единство, отменение всех цензов. То есть какими благами, свобода, да, какими благами он должен, какими благами он может достигнуть, какие благ, не конкретно там пути достижения благ, а человек должен иметь возможность получать блага. Ну, то есть вот человек в центре философского внимания просветителей на первом месте стоял. Не вопрос, там, метафизики. Но у нас в татарском просветительстве это было как классическое французство. Но в татарском там, возможно, меньше внимания было уделено человеку, поскольку и Маджани писал метафизические какие-то свои сочинения, посвященные религии. Потому что я говорил, что у него вот синкретизм, но он тоже осуждал, если мы видим в историческом труде Мустафа Таляхбар, осуждал пытки там, осуждал службу, притеснение татар, которые попадают на военную службу, когда они не знали русский язык и так далее. То есть он тоже, конечно, выражал в этом свои просветительские идеи. Какое место занимал Каюм Насыри в татарском просветительстве? Каюм Насыри вообще тоже уникальная личность, поскольку, если как просветитель, он первый дал толкование татарской нации. То есть и Маджани писал о татарской нации, а Насыри как раз выделил вот эти компоненты, то есть черты. Кто такие татары? Кто такие татары? Это те, тот народ, который проживает на правом берегу Волги, вплоть до Астрахани. То есть тогда не было деления, как вот мы сейчас видим, там татары-бишары, начинается там пензенский, астраханский. Нет, татары это те, которые проживают от Казани до Астрахани. Все народы, то есть все население, которые татарские... Но ведь он, по сути, и выработал единый татарский литературный язык. То есть вот это значит, они должны быть объединены территорией, вот это правый берег, потом они должны быть тюрки, да, они должны обладать одним языком татарским. И действительно так, как мы сейчас видим, в принципе, татарский язык единый. Казанский татарин, он спокойно понимает там Ногайского, в Астрахани, там Саратовского, в Нижегородского, в Сибирского, никаких проблем нет. И впервые вот эти компоненты татарской нации, конечно, были сформулированы каюм Насыри. И он считал, что самый главный компонент татарской нации – это язык. И сам сделал фактически революцию в этом вопросе. Почему? Да потому что до Насыри превалировал, мы знаем, что арабская графика была, превалировал татарский язык, в котором превалировали арабизмы и фарсизмы. И Насыри был первым, который предложил язык, освобожденный от арабизма и фарсизма, неологизмами татарскими, то есть свои должны быть термины, и заимствованием из русского языка. И этот новый язык, он был понятен простому любому татарину, он не был сложным, потому что если мы возьмем даже те произведения второй половины XIX века, которые были написаны Маджани, то современный татарин, он, наверное, не поймет, он будет читать, но для него как же там и построение другое, и глагол в конце там, и так далее. То есть вот влияние арабизма. Опять-таки много арабизмов, фарсизмов. Арабизмов, фарсизмов, очень много. И он, конечно, совершил революцию. Да. Но вот сейчас, Айдер Нилович, вы отметили очень важную сторону деятельности татарских просветителей. Это вопрос конструирования татарской нации в эпоху нового времени. Первым ведь эту проблему поднял Шагабудим Маджани. Кто мы, если не татары, его знаменитая фраза. Ну и здесь я хотел бы вот на этой проблеме немножко чуть поподробнее остановиться. До Маджани вопрос о национальной идентичности кто-нибудь поднимал? Или все-таки Маджани первым поднял эту проблему? Ну, Маджани считается первым ученым, первым мыслителем, который написал двухтомный труд, посвященный истории татарского народа. До этого таких письменных источников, конечно, были историки, мы знаем, их упоминают. Были и булгарские, да, булгарские. Златоордынские. Да, златоордынские историки. Но булгарские не дошли до нашего сочинения этих мыслителей до нашего времени. Большой период прошел. А в новое время, да, действительно, он был первым, написал двухтомный труд. Первый том был как раз посвящен булгарскому и казанскому ханству, да, булгарам и казанскому ханству. И достаточно труд, который был, первый том при жизни вышел в 1985, когда еще был жив, второй после смерти выпустили Маджани. И при жизни его хорошо очень оценили не только местные, но и русские востоковеды, и ученые. И в этом труде он как раз показал, что татарская нация и народ, она многокомпонентна, да. Хотя он сам, конечно, в своих сочинениях писал, что и будучи теологом, он вообще не употреблял, старался не употреблять низбу от татарей, да. Там, когда он писал свои сочинения, там, допустим, в Афио Таляслав, там, библиографический, биобиблиографический труд. Когда он берет генеалогию того или иного человека, там, кто отец, дед, так далее, он всегда писал аль-Булгари, да, допустим, имея в виду от татарей. И редко он только крымским татарам употреблял. Но потом уже у него немножко мнение изменилось. Вот вы как раз и крылатые фразы ему предлежать. Кто же вы, если ты не татарин, не француз, не пруссак, не араб, так кто же ты тогда? То есть он, наоборот, говорил о том, что сложилось так в истории, что мы вошли в эту историю, как татары, и мы не должны отказываться от своего этнонима. Но этноним вызывает вопросы, он многокомпонентен. Конечно, наши предки булгары, и первый, кто эту многокомпонентность показал, это был маржани, булгары, Золотая Орда, Казанское ханство и современные казанские татары. Вот это, конечно, многокомпонентность, вот это и есть. И они не разделяли, еще раз я хочу повторить, они не разделяли татар, не маржани на пензенских, на астраханских, астраханских и так далее. Это был единый народ, и это прекрасно понял и на Сыри, да, и у маржани это везде так. И он, конечно, у него и в мыслях не было, поскольку он полагал, что татарский язык объединяет всех, да, он не был тюркистом, он как раз был идеологом татаризма, он не был исламистом в том плане, что не выступал за ислам только, да, что ислам должен превалировать там, а он как раз был татаристом, что татары должны быть на первом месте. То есть в этом смысле его можно назвать, наверное, и отцом татарской нации? Да, да, и я думаю, что это так и было, если Гаспринский это отец тюркской нации, который выступал за объединение тюрков всех, то он, маржани, хотя был знаком с Гаспринским, имел с ним беседу, поддержал его идеи, он как раз выступал то, что татарин должен быть татарином, и не нужно отказываться от этого имени. И так он и писал своим, Мустафат Аль-Ахбар. Кстати, об этом же много писал и Хусамим Фаисхан, он же является выдающимся историком. Да, но, к сожалению, вот не повезло, очень, очень рано ушел он из жизни, он в 1823 и 1866 год, да, вот посмотрите, сколько лет он совсем мало прожил, 43 года, да, фактически. 43 года, и больших высот достиг, очень талантливый, многие свои сочинения, изданные в Петербурге, и не было такого случая, чтобы, не имея высшего образования, он занялся преподавательской действией. Это единицы, доценты, то есть это вообще единицы были. Но очень талантливый был человек, он написал несколько сочинений, но, правда, не под своими фамилиями, они сейчас известны, потому что под его фамилии невозможно было выпустить. Но всегда в книгах указывалось, какую роль он играл. А чьи фамилии он ставил в основном? Ну, там и академики, и несколько сочинений, и словарь, и тюркский, и там связаны и акты, они все под... Ну вот, среди его крупных, я прямо скажу, открытий в исторических исследованиях, в методике исторических исследований, если быть точнее, это то, что он нашел в том числе и ключ к тем булгарским эпиграфическим памятникам, которые он первым и исследовал. Ведь до Фейсхана многие исследователи, востоковеды Казанского университета, Санкт-Петербургского университета читали эти эпиграфические памятники, пытались их расшифровать, но первым это сделал Фейсхан. Да, и потом Фейсхан первым сделал, и он просто и в своих письмах к Муржане писал о том, что готовит к изданию труд по истории, но, к сожалению, времени не было, он болел. В последнее время, и всегда был задействован в этой востоковедной деятельности, в педагогической, и там всегда писал, не просто занимался преподаванием, а еще писал, и поэтому дошли до нашего времени отрывки только, то есть рукописи его сочинений, которые сейчас опубликованы уже, и они имеют место, но там, допустим, Казанские татары, там 10 страниц, Касимовские татары, он написал столько-то, да, и в которых, которые использовал в своих сочинениях Муржане, да, он использовал, поскольку этот не успел, но... И поэтому Муржане от Фейсханова многокомпонентности, то, что татары – это многокомпонентный народ, там есть и копчаки, есть и финно-угры, да, и это вот такой булгамак, да, смешанный, смежанный, как булгары говорят. Но здесь вы затронули очень важную тему, она сегодня особенно актуальна, ведь татарские просветители, которые или напрямую, или косвенно изучали татарскую историю, знали татарскую историю, на самом деле в своих сочинениях никогда татарский народ не делили, не делили его на казанских татар, на мишар, на астраханских татар, и в этом отношении, конечно, с моей точки зрения, я думаю, со мной и телезрители согласятся, это было очень важно и сыграло ведущую роль при конструировании татарской нации. Айдар Нилович, ведь татарское просветительство – это не только вторая половина XIX века, это и начало XX века, новый период, тоже яркий период, вот там же появилась новая блестящая палитра татарских мыслителей, а ранний период татарского просветительства и начало XX века – это одно и то же, или все-таки есть особенности? Есть особенности, но это свои особенности, потому что вторая половина, все-таки начало XX века, если мы вспомним, да, это, помните, революции пятого года, когда возможность печатать газеты там впервые была предоставлена и татарам, когда появляются десятки газет на татарском языке и так далее, и так далее, то есть это был такой подъем своеобразный, и действительно, и просветители, у них вот синкретизм, он как раз и проявился. Здесь были не только реформаторы-просветители, но в их мировоззрении появляется новое начало, там, либерализм появляется как течение, да, это уже либерализм, либеральная теология. Если мы говорим об этом, то, конечно, здесь фамилии, если реформатор-просветитель – это Фахреддин, Ризааддин Фахреддин, то реформатор-просветитель и либеральный теолог – это Мусаабиги, да, то же самое реформатор-просветитель и либеральный теолог – это Зия Камали. То есть это выдающиеся личности, в мировоззрении которых сочетаются и реформаторство, и просветительство, и либеральные идеи. Ну, время такое было, время, и они воплотили в своем творчестве и те, и то, и третье, и другое. Но это были выдающиеся люди, которые, если все-таки, ну, Маржани тоже прославился, можно сказать, что и на Ближнем, и Среднем Востоке, но и Беги тоже самое продолжил. Он был очень известный мыслитель, которого признавали и за рубежом. Ну, это уже тема нашей новой беседы. Время, к сожалению, очень быстро прилетело. Я вас благодарю за участие. У нас состоялся очень интересный разговор. У нас сегодня в студии был доктор философских наук, профессор Айдар Нилович Юзеев. Айдар Нилович, вам большое спасибо. Я очень надеюсь увидеть вас в этой студии на следующей передаче. И в следующей передаче мы с вами поговорим о новом периоде татарского просветительства, реформаторства, о джадидах. Мы сегодня упомянули Гаспринского. Поговорим о Гаспринском. То есть вот начало XX века, которое стало, с одной стороны, логическим продолжением татарского просветительства XIX века, второй половины XIX века, но в то же время внесло новые яркие краски в развитие татарской общественной области. Спасибо за приглашение. Я думаю, что наши передачи, вот ваши передачи, они должны быть полезны для просветить, для того, чтобы, для пропаганды татарского просветительства, татарской философской мысли. Все-таки татары, они были одним из ведущих тюркских народов и на самом деле занимали ведущие положения в начале, в конце XIX и в начале XX веков среди других тюркских народов. И я думаю, что в творчестве последующих мыслителей мы как раз тоже поговорим и об этом. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова